добрый день дорогие друзья салам алейкум из нашего жизнерадостного и миролюбивого казахстана ролик сегодня будет посвящен моим шкурным диван прикупил на приемке две батарейки сейчас давайте их от мою уже начал брызгать как от мою давайте будем снимать показатели и думать что с этими оборотками для оборота прикупил что с ними будем делать дальше отмываю друзья вот таким чудодейственным раствором это жидкое мыло с водой эффект вы сейчас увидите как этот чудодейственный раствор отмывает ебучий случай и в этом коровники держали что ли даже запашок соответствующий но параметры батарейки неплохие это же батарейка нам надо будет определить либо она высаженная есть два варианта по параметрам все сходится либо батарейка замкнутая вместе с вами давайте попробуем это дело определить батарейки отмыл пробки отключил на открутил но еще не скрывал замеры не делал сейчас мы это сделаем вместе с вами ой блядь показалось электролит как слеза на чем ее на какого-то наверное сверх внедорожники эксплуатировали что она вся в грязи так уровень недостаточный уровень маленький маленький уровень недостаточно 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 так ориентироваться будем по вот этому уху вот это ухо перемычки при заливке оно должно быть практически вровень с электролитом либо на электролит должен превышать 1 2 миллиметра ну давайте теперь замерим плотность что вот и батареи плотность у нас один двадцать три 124 замерим во всех банках это же наша батареи ахты и оперный театр и оперный театр здесь у нас один тридцать блять один тридцать так 1 29 так плотность завышенная так 1 29 1 29 а нет 128 и последняя баночка дать и в этой банке у нас 126 127 так надо ответить так друзья ну уровень и с уровнем и с плотностью мы разобрались давайте снимем параметры так что еще хочу сказать батарейка 19 года 19 год мои правила вы знаете по закупке оборотных батарей не особо сильно хорошо крутящая батарея не нужна не нужна по той причине чтобы клиент не нужна такая батарея как чтобы клиент с ней уехал так это ко мне приехали нет ни ко мне чтобы клиент от меня отъехал обязательно его предупреждаю что если завтра он вдруг машина всхлипнет и не заведется чтобы либо прикурил либо толкал ну все зависит от температурного режима на улице а в течение дня мог потом свободно двигаться и передвигаться с условием что не будет высаживать светом там магнитовыми всем прочим гамнитовыми значит так ну давайте не знаю какая то это может быть либо 60 либо 62 батарея это наш казахстанский кайнар ну условно либо 530 либо 550 ампер это батарейка должна вытягивать этот у нас 540 ну давайте усредним и воткнем в конвей 540 ампер для замера так вот так вот что нам покажет наш конвейчик 54 процента посоху 400 ампер батарея батарея способна выдать на прокрутку на холодную прокрутку сопротивление 691 достаточно большое большое сопротивление напряжение 1279 с такой плотностью 1279 но мы отстой не знаем поэтому гадать не будем с этой батареи мы поступим следующим образом так как уровень маленький я отберу по 20 миллилитров с этих банок с 4 с 5 банок отбираем по 20 миллилитров в и зальем по 40 миллилитров дистиллированной воды сюда мы добавим 20 миллилитров 20 миллилитров дистиллята и на этом достаточно так ну давайте а бля хромуха нам же надо было показатели зафиксировать давайте еще сделаем еще один замер ну вот бля сейчас уже 54 показывает стоит пошевелить крокодилы найдет вот найдет более-менее хороший контакт и уже конвей показывается совершенно друг не совершенно другие но показатели будут немножко разницы вот 55 вообще лихая батарея так только улучшили контакты и сразу видим другие показатели так 55 процентов по суху батарейка естественно у нас по соку будет 98 процентов показывать и 404 ампера пусковой ток напряжение 1277 1277 и сопротивление 683 683 так плотность ну вы напишем 129 условно усредненно мы же батарейку делаем для себя поэтому так вот теперь к энерджайзеру постепенно переползаем обычная кб 540 и энерджайзер у нас выкатывает вот такие показатели 14 процентов по суху 0 процентов заряда но при всем при этом пусковой ток у нас 207 ампер напряжение напряжение 10 44 сопротивление 13 36 13 36 взял эту батарею чисто из интуиции она мне подсказала что батарейка у нас просто высаженная не замкнутая вот 207 ампер она выдает что батарейка у нас просто высаженная ну а теперь давайте проверим мою интуицию сверлить будем вот в этих местах вот здесь под определенным углом видно что есть места под пробки и заодно посмотрим какой толщины у нас пластик если пластик у нас тонкий то наши пистоны будем немножко модернизировать и ну как это будет выглядеть посмотрим дальше так где мой шурик сейчас позовем шурика на помощь шурика применим сверло которое я слегка сделал тоньше утончил утончил короче утонченное сверло на 7 и 8 миллиметров для того чтобы наши клипсы заходили более плотничком так ну что ж давайте сверлим и будем замерять что там будем посмотреть что там находится внутри электролит вода либо каракум друзья вот это мое сверло 7 и 8 оно не позволяет засунуть клипсу но пластик здесь довольно таки толстый поэтому воспользуемся сверхом которое ровно на 8 немножко я переборщил надо было на 7 и 9 на 7 и 9 так давайте пересверлим и продолжим работу дело в том что вот это вот как бы ноу-хау спасибо Виктору Строицка он мне подсказал воспользоваться клипсами но нам надо его довести до совершенства и чтобы вот эти проблемы которые могут возникнуть так ко мне подъехали ко мне приехали чтобы вот эти проблемы чтобы мы могли обойти эти проблемы которые возникнут с видением возникает с видением этого ноу-хау так сейчас пойду я открывать пока прерываем ролик так ну что пересверлил теперь заходит наш наша клипса более-менее кажется свободно но по итогу потом будем смотреть и принимать решение как ее закреплять парочку батарей я уже отправил с модернизацией ну то есть тонкая крышка и клипсу я вставлял не до конца делал упор делал упор настраиваясь на клипсу я еб твою мать вот так делал упор под клипсу отверточкой чтобы вот эти вот миллиметр полтора а то и два шляпка выглядывала из поверхности батарей и тогда вот этот клин он позволяет нам плотно удерживаться удерживаться в корпусе батареи то есть мы вставляем шляпку и раздвигаем этот клин чтоб добавляет дополнительную изоляцию блять какую изоляцию герметизацию вот так ну что теперь нам надо замерить уровень давайте замерим уровень попробуем определить уровень электролита так в принципе уровень неплохой давайте сделаем следующим поступим следующим образом определяем ватерлинию делаем пометочку заменяем уровень и делаем еще одну пометочку вот здесь вот у нас заканчивается теперь прикладываем ватерлиния вот у нас вот она блять давайте включим свет вот она вот это ватерлиния по которой мы на которую мы должны ориентироваться и что мы видим где-то где-то на миллиметров да почти на сантиметр уровень у нас ниже ватерлинии но чтобы определиться сколько нам доливать нам надо узнать плотность а здесь вот получилось так это у нас вторая баночка во второй баночке у нас уровень выше ватерлинии выше той метки на которую которую мы сделали на первой банке то есть по идее у нас все чих пых все упирается в ватерлинию поэтому доливку возможно делать не будем теперь мы делаем плот замеряем плотность сейчас замерю плотность замерять буду рефрактометром и ну снимать это не буду нам важно сейчас определиться есть в какой-то либо из банок у нас замыкание либо его нет если во всех банках мы не увидим плотности значит у нас значит моя интуиция меня не подвела если же мы видим в пяти баночках плотность нормальную а в одной из банок плотности нет значит грош цена моей интуиции так ну что приступаем ну ситуевина такая друзья вот как видим вот в крайних банках в плюсовой и в минусовую у нас плотность 1.25 сейчас покажу что какая плотность творится у нас в других банках так ну вроде прицел настроил во всех остальных банках у нас плотность 1.28 так из этого делаем такое заключение сейчас мы из 4 баночек вот энерджайзер скорее всего заводская плотность у этой у этих батареи 1.30 условно будем считать что у нас батарея не замкнутая почему условно потому что очень хочется чтобы она была не замкнутая так вот кто разбирается в этих вот в этих цифрах и датах подскажите какого года ну я думаю что батарейка 19 года скорее всего батарейки 4 года если мы вытянем хотя бы до 400 ампер эту батарейку и при нормальном НРЦ то это будет годная батарейка для моего оборота и она еще послужит нашему правому делу так сейчас сейчас я еще без пешки еще раз без пешки перемерю уровень сравню с ватерлинией возможно я сделал неправильный замер наскоряк сейчас возьмем вот такую стеклянную палочку которая с делениями это для забора крови если кто-то кровь с пальца сдала вот такой палочкой пользуется и уже определимся с уровнем и с корректировкой плотности возможно все-таки я скорректирую плотность скорее всего энерджайзер делает плотность 1.30 на своих батареях но видно что батарея подуставшая под изнушенная и две крайние баночки у нас уже начали деградацию ну если эта батарейка служит нам до весны будем считать что дело сделано и и потом со спокойной душой отвезем ее туда откуда мы ее взяли а по итогу эта батарейка принесет очень много радости мне а еще больше моим клиентам ну в том случае если конечно они не будут мотать свои сопельки на кулак при неудачном запуске автомобиля ну давайте меньше пиздежа больше делаем сделал более точный замер и уровень у нас практически пиха в пиху совпадает с этой ватерлинией поэтому сделаем немножко по другому для начала сделаем отбор по 30 миллилитров с 4 банок и корректируем дистиллированной водой затем начнем работу с этой батарейкой так здесь мы уже определились с этой батарейкой как будем поступать определились с этой ну что начинаем наш арбайтен виселуху так ну что докладываю результат проделанной работе значит было отобрано из 4 банок по 40 миллилитров воды воды ой из 5 прошу прощения из 5 банок по 20 миллилитров воды и добавлено по 60 миллилитров блин друзья утро я уже начинаю буксовать давайте сначала с 5 банок мы отобрали по 20 миллилитров электролита и добавили по 60 миллилитров воды сюда мы добавили 40 миллилитров воды но у нас я немного слегка переборщил десяточку сейчас я отсюда отберу так сюда мы добавили вернее здесь четырех банок мы гулять так гулять отобрали по 40 миллилитров электролита и добавили корректировались по 40 миллилитров воды крайние банки мы не трогали блять стоямо да да крайние банки мы не трогали но при отборе электролита вот эта вторая баночка мне не понравился в отличие от остальных он был ярко бурого цвета возможно все таки интуиция моя буксанула и возможно вот эта баночка у нас пошла блять не буду материться пошла на выход короче это мы сможем определить в процессе работы будем наверное в процессе работы заглядывать внутрь этой батарейки зондом и мониторить что там у нас происходит внутри этих банок если мы обнаружим что эта баночка у нас не кипит значит соответственно она у нас не работает и поэтому к берем набираем на навигаторе прежнее место ее дислокации отправляем ее на это место так ну а теперь закидываю зарядный бокс и начинаем первый этап работы с этой с этими батарейками наши оборотни заползли зарядный бокс присоседились к моим другим пациентам значит так блять не забыть вот этот энерджайзер у нас это будет да это будет вот этот ближний зарядник а либо вожак либо барс либо что-то из этой серии наш кайнар короче будет дальний вот 12 9 показывает так сразу выставляем здесь мы выставляем 3 ампер чека и посмотрим как пойдет у нас предзаряд здесь можно 6 ампер с лихвой за глаза так работка кипит работка идет потихонечку попробуем размотать их так время 35 1 блять как время летит твою дивизию так ну что 35 1 погнали наши городских за 15 минут буквально энерджайзер у нас набрал 13 7 вольт поэтому давайте попробуем купить ему 6 ампер так вот так 6 амперчиков 5 и 9 пойдет а наш вожакистый барс моментально ток сдулся до 0 8 ампер и моментально он догреб до 14 8 вольт но посмотрим на его поведение в ампер очки у меня пока все равно заняты посмотрим до скольки будет снижение зарядного тока и будет ли это снижение если на этом зарядном токе наша батарейка тормознется то значит не будет смысла смысла нет делать абсорбацию батарейка значит абсорбирована и все на что она способна на текущий момент мы уже увидели на нашем конверте время без десяти час продолжаем наш нелегкий но интересный труд друзья ну как видим борсистый вожак спустя практически без десяти минут четыре часа работы у нас показывает абсолютные нули ну а энерджайзер этот кролик у нас пока еще принимает заряд потихоньку тихим сапом но по сути я конечно недоволен вот этим быстродействием быстродействие как настоящего кролика заряд практически моментально батарею шоу хотелось бы чтобы с теми показателями которые были у батареи заряд продлился слегка подольше но что есть то есть сейчас возможно и посмотрим за движением опять же потоку если движение к не будет то проверим параметры если будет движняк если будет просадочка если в 2 в течение двух часов просадки не будет то ничего не делаем делаем замер тестером если будет просадка будем работать до упора так как отработали вот с этим вожакистым барсом так ну что теперь где он у нас вот так что же на тебя накинуть то а вот скайнара мы закончили работу отключаем отключаем наши нашего китайца и подключаем вампи волк пробкам не обязательно было туда падать блять кто вас об этом просил сейчас не лезть этот зарядный бокс так подключили вот он 14 вольтиков показывает так у нас здесь ток был накручен потому что сотка стояла 3 амперщика выставляем и давайте возможно хотя бы один за заряд сегодня мы успеем сделать так где у меня ореометр хотел сказать амперметр башка уже подсвистывает концу дня давайте посмотрим так наверно через другую дырку залезем давайте посмотрим что у нас с плотностью на ложечке на ложечке или на барсичке а с плотностью у нас пока дело швах так 118 118 все банки не будем мерить ну давайте заглянем вы туда вылазит легко и просто так после нашей корректировки у нас тоже плотность 122 122 давайте заглянем в эту баночку которая была у нас ярко-красно-буро-коричневого цвета ну в принципе неплохо так 120 баночка работает это уже хорошо ну что продолжаем метелить наши батарейки наши вашей их не ну сегодня мы привезли тойота вам крузер всем вольт на батарее водитель говорит я не приделах ладно будем разбираться наш борсистый вожак легко на 3 амперах набрал 16 8 вольт и в течение 50 50 минут потихонечку пытается приподнять и перемешать электролит и перемешать его с той водичкой которую мы залили ну а энерджайзер потихонечку потихоньку полигонку вздувает свой ток и у нас 0 7 амперчиков будем работать и думать дальше так заряд окончен так друзья делу время а потехе надо тоже пару часов выкроить так что у нас барсеточный вожак 16 7 на 3 амперах упорно держит а наш этот кролик потихонечку топ падает поэтому кролика мы оставим на ночь на этом китайцы а ваш мы отключим барсу дадим отдышаться так сколько там у нас сейчас посмотрим сколько времени с ним проработали ну правда проработали мы с ним сегодня неплохо один цикл неплохой получился цикл цикл мотоцикл так и чё у нас плотностью плотность 122 122 но это еще так что у нас с температурой что у нас температурой батарея холодная 3 холодная давайте еще парочку банок замерим вот это которая у нас стояла под вопросиком то же самое и здесь у нас 1 20 вот ность не успел снять 1 1 21 также так ну теперь давайте джайзера замерим кролика так ну давайте вот эту баночку производной и вот этого крайне посмотрим что у нас здесь так ну плотность 121 с половиной 122 почти то же самое 121 с половинкой электролит чистый посмотрим ну корректировка нам должна принести результат возможно придется с батарейки поработать подольше а давайте мы сделаем сейчас замер как и планировали конвейом он будет не каретный но по крайней мере мы нам можно будет определить стоит ли продолжать дальше работать с этой батареи или нет так 500 сколько там более 540 или 520 на 540 ампер так ну 350 амперов мы и видимый 42 процента сопротивление по прежнему 787 ну в принципе можно еще подвигаться можно подвигаться если мы 400 ампер вытащим то оборотень в кролячей шкуре нам пригодится этой зимой повторюсь мне важно чтобы человек подъехал оставил свою батарейку батарелку и уехал от меня об этом я им говорю смысле им клиентам и все привыкли что у меня оборотки есть в этом году не хотел брать потихонечку наверное еще штучки 3 может 4 возьму и буду давать либо проверенным лицам либо лицам которые прошли мой фейс контроль хотя хрен его знает угадаешь нет так ну ладно на сегодня сейчас сделаю обход по своим пациентам и буду двигать попой сторону дома 22 октября на улице дождь но клиентов это как говорится не ебет никого лишь не сахарный вот с утречка было три клиента а теперь про нашего кролика наш кролик отлично принял принимает гулять принимает или принял отлично принял заряд и как видим китаец у нас сдулся по нулям а ко мне опять клиент это и оперный театр салам алейкум только начнешь дописывать такой или записывать ролик и как обычно тухую наружу туру баха на выворот летит без 20 уже час только смог добраться до наших оборотней были люди буквально один за другим пять человек пять клиентов с и с каждым надо побороться побороться не попороться побороться блять ну давайте продолжим нашу кнопку что вы не так куда я опять в сунул ориометром блять куда его а вот он для перед глазами начнем как обычно замера плотности что нам принесли принес китаец за время ночного дозаряда а что он нам принес кроме радости он нам принес 123 плотность 123 так давайте в ураганную уважать чинную барсетку заглянем так 1 1 хуяйственно тоже они 23 друзья все вымпел у меня при деле абсолютно все при работе появилась не знаю или в настройках или в чем в телефоне приходит смс к и запись прекращается на уведомление не знаю расслышали вы или нет короче давайте попробуем раз у нас в импио заняты давайте попробуем одним выстрелом пизданой двух зайцев на что я намекаю на то что вот у меня свободные аймаксы и задает многие задают вопросом как аймаксами можно поднять плотность в кальциевых батареях ну давайте попробуем это сделать смысле не попробуем а я постараюсь показать вам как это делаю я ну и заодно попробуем так трубочку закрываем сейчас я включу наши аймаксы и будем производить настройки по который мы сняемся с записью